Ралли-кросс – вид гонок, зарекомендовавший себя не только среди спортсменов. Для зрителей большим удовольствием является наблюдение за контактной борьбой, скоростью, а также тактическим мышлением соперников. Фишка в том, что это очень зрелищно. Здесь мало кругов, трасса достаточно маленькая, зрителям видно всю трассу с каждого места, и они видят всю борьбу. Тем более то, что дистанция достаточно маленькая, пилоты не успевают растянуться, и от этого происходит то, что нравится зрителям – контакты, обгоны, зрелищность. Егор Санин – чемпион России и обладатель Кубка Европы по ралли-кроссу 2015 года. На тот момент ему было 16 лет. Сейчас, перед началом первого этапа чемпионата России 2017 года, который состоится в Рязани на автоспортивном комплексе «Атрон», он в числе лучших гонщиков страны приехал сюда, чтобы протестировать и настроить свой автомобиль. В чемпионате России у нас есть три трассы. Это Белый колодец в Воронеже, трасса в Казани, Высокая гора, и здесь, в Рязани, «Атрон». Недавно построили очень хорошую трассу. Эта трасса подходит для ралли-кросса. Организаторы очень постарались и сделали хороший гравийный участок. Тот же трамплин и поворот с перепадом высот дает о себе знать. И также, конечно же, инфраструктура, боксы. Ну, ни одной еще такой трассы у нас в России не было, чтобы так было хорошо здесь все развито. Здесь же Егор тренирует и совсем еще юных спортсменов. Любопытно, что сесть за руль кузовного автомобиля и принять участие в чемпионате России по ралли-кроссу можно, начиная с 12 лет. Егор нужен. Он... Ну, я первый раз ведь на этой машине еду. Он-то в ней уже... Ну, на таких примерно много ездил. Он мне показал, где как ехать, и я гораздо быстрее стал. Ну, тут у меня рядом сидушка стояла, и он со мной ездил, мне показывал, как. У ровесников Ильи, выступающих в классе Д2 Юниор, в текущем сезоне произошли изменения. До этого ребята ездили на маленьких автомобилях АК. Теперь же юноши и девушки перешли на Калины. Кстати, прекрасная половина человечества даже в юном возрасте очень хорошо показывает себя в гонках. Вот у нас в выходные проходил кросс в Воронеже у нас, и как раз девочка выиграла нас всех. Среди совсем юных участников на чемпионате России по ралли-кроссу выступят примерно 12 человек. И в основном все они, как и Егор, ставший обладателем Кубка Европы по ралли-кроссу, начинали спортивную карьеру с картинга или мини-багов. Мне было 5 лет. Начал я заниматься на таких маленьких багги. Они специально были построены для детей. И мы ездили по Агравию. Ну, были такие своеобразные детские соревнования. Они и сейчас вроде как существуют. Есть два пути. То есть это мини-баги и картинг. Ну, сначала мы выбрали мини-баги, а затем уже перешли также в картинг. Одной из отличительных черт автоспортивного комплекса «Атрон» является развитие такого направления, как картинг. Тренеры работают с совсем еще юными спортсменами, которые занимаются в Академии микро, начиная с 5 лет. Ареал спортсменов, за которыми очень интересно наблюдать, это люди, которые делают только-только первые-первые шажочки в профессиональном автоспорте. Они полноценные участники этапа чемпионата России по картингу. Единственное отличие таких участников от взрослых спортсменов в том, что их гонки проходят в формате учебно-тренировочных сборов. Кроме практики, на трассе они изучают поведение на треке, правила обгона, сопутствующие команды и судейские сигналы. Ну, изначально автодром задумывался, да, он и сейчас, наверное, позиционировался как детско-социальный проект. Да, потому что изначально мы думали про развитие детского автоспорта в области, в регионе. Хотели, конечно, построить автодром, который был бы лучшим в России, у нас это получилось. И на сегодняшний день, ну, что касается среди, наверное, картодромов, да, мы, наверное, самые любимые, я не побоюсь этого слова, со всей России. Есть хорошие дороги в России, но на сегодняшний день мы, наверное, лучше всех. Весь автодром в целом также вносит большой вклад в развитие российского авто-мотоспорта. У нас есть гранды за лучший картодром 15-го года, лучший автодром 16-го года, за вклад в развитие автоспорта России, да, Дмитрий Викторович, есть личные награды за вклад в развитие автоспорта. Президент группы компании «Атрон» своей активной жизненной позиции подает пример многим людям. И те, кто с детства не был связан с автоспортом, теперь полностью погружаются в него. Я в этом спорте совсем недавно, третий сезон будет всего-навсего. Благодаря влиянию своих товарищей, в частности, Дмитрия Викторовича Малахова, этот спорт меня увлек и вот не может отпустить. Александр Климашин приехал на автодром «Атрон» для тестирования своего автомобиля из Москвы. Он является заместителем генерального директора «Газпромнефть. Смазочные материалы». В прошлых сезонах ему удавалось дойти до четвертой позиции в чемпионате России по ралли-кроссу. Теперь он будет бороться только за победу. Однако с Дмитрием Малаховым ему соперничать не придется. Я в разных классах Дмитрием Викторовичем. Мы не соперники, нет. Мы не соперники, мы соратники, скажем так. В этом году оба спортсмена будут бороться за первые места и на протяжении всего чемпионата продолжат делиться опытом друг с другом, советоваться в вопросах тактики борьбы, траектории трасс. Однако из-за того, что машины разные, технические вопросы обсуждать будет трудно. Главная тактика. После умения главная тактика. Ты можешь быть очень быстрым, но очень быстро уйти с трассы. Ты можешь быть очень осторожным, но будешь очень медленным. Если ты расчетлив и быстр, тебе гарантированы первые места. До начала первого этапа остались считанные дни. 13 и 14 мая на автоспортивном комплексе «Атрон» спортсмены начнут борьбу в первом этапе чемпионата России по ралли-кроссу. На сегодняшний день все моторы проверены, системы безопасности и пожаротушения налажены, а подвески заточены под умения пилотов и под первую трассу. Хорошее покрытие, интересный профиль трассы, траектория. Грамотная, соответствующая стандартам чередования грунтовых и асфальтовых участков. Ну и, собственно говоря, инфраструктура, которая здесь есть, которая позволяет не только положить силы для достижения победы, но и достойно расслабиться после заезда. На автодроме «Атрон» приятно находиться и болельщикам, и тем, кто еще только планирует свое участие в ралли-кроссе. Остается пожелать рязанским спортсменам удачи и побед, с которыми они смогут продолжить борьбу за титул чемпиона не только в России, но и за рубежом.